11.06 в Кирове. Сегодня среда. В студии Олег Прохоренко и Светлана Занько. И это программа «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Эх, налоги! Малому бизнесу готовят два новых барьера – отмену ЕНВД и повышение ставки имущественного налога. Мы давно готовились к этому эфиру, и сегодня у нас очень представительная компания. У нас в гостях представлю Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ», зампредседателя правления Кировского союза промышленников и предпринимателей. Добрый день, Игорь Сергеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Попов, уполновоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Добрый день. Андрей Усенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Добрый день. Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Здравствуйте. И на связи с нами в течение программы будет Михаил Анатольевич Шевелев, председатель совета по аудиторской деятельности Вятской торгово-промышленной палаты и представитель, координатор ОСИФ Кировской области, агентство стратегических инициатив. Начнем с небольшой информации. Вчера на комитете в Законодательном собрании Кировской области как раз обсуждался вопрос по повышению имущественного налога поэтапному. С 2020 года в данный момент действует ставка налога 1%. От кадастровой стоимости имущества предлагается с 2020 года сделать 1,2%, с 2021 года 1,6% и с 2020 года в последующие периоды 2%. Причем обнуляется по квадратам имущество недвижимое. Если раньше до тысячи квадратных метров ставка была нулевая, то сейчас эти предприниматели, обладающие имуществом менее тысячи квадратных метров, за исключением тех, кто работает в сельской местности, там до 200 квадратных метров все-таки ставка будет нулевая. Те, кто торгуют на селе какими-то продуктами питания и так далее, для всех остальных будет введена эта ставка, ставка этого налога. Сегодня мы обсудим, насколько это критично и насколько это может повлиять вообще на развитие малого-среднего бизнеса в Кировской области и какова вероятность, ну это, наверное, главный первый вопрос, какова вероятность, что Законодательные собрания все-таки примет этот законопроект, примет изменение налогового законодательства на территории области. Андрей Леонидович, Вам слово. Да, единственное, что, Олег, я хотел бы сразу поправить, до этого ставка не была нулевой. Имущество облагалось налогом, исходя из балансовой стоимости, по ставке 2,2%. Меняется принцип налогообложения, меняется налогооблагаемая база, то есть имущество оценивается не по балансовой, так называемой остаточной стоимости, которая числится на бухгалтерском учете в организации, а по его определенной кадастровой стоимости, которая теоретически считается, должна быть максимально приближена к рыночной. Поэтому снижение вот этого размера площадей приводит к тому, что те, кто до этого платил, исходя из балансовой стоимости, будут платить, исходя из кадастровой. У меня в связи с этим, если можно, такой уточняющий вопрос по пояснительной записке, если судить поправкам в закон аналогии на имущество организации Кировской области, говорится о том, что делается это в целях создания условий для равной добросовестной конкуренции. То есть насколько эта мера, она действительно выровняет конкуренцию для разных субъектов малого процедения? Здесь сложно отрицать эту аргументацию, она действительно имеет место быть с точки зрения того, что все будут уплачивать налог, исходя из единственной, ну, вернее, из единого подхода, касающегося определения стоимости имущества у кадастровой оценки, во-первых, во-вторых, по единой ставке. Но здесь начать надо с того, что в любом случае мы говорим о том, что для целой категории предпринимателей налог возникнет впервые. Это те, кто находится на упрощенной системе налогообложения, во-первых, в том числе на ИНВД. Для них этот налог возникает впервые. Поэтому начать тогда разговор сегодняшний, наверное, надо с того, что, в принципе, сам факт повышения ставки, а уж тем более введения по факту нового налога или распространения действия налога на тех, кто его не платил, в современных экономических условиях, ну, не самое правильное решение, на мой взгляд. Но условия экономические не всегда были непростыми. Они всегда были непростыми, но на данный момент мы можем оперировать достаточно конкретными цифрами. Мы и на региональном уровне имеем профицитный бюджет, ну, по крайней мере, формально. А уж если говорить на федеральном уровне, то даже по итогам первого полугодия 2019 года мы имеем профицит федерального бюджета на уровне более полутора триллионов рублей. Какая необходимость при этом возникает повышение ставок или расширение налога облагаемой базы, нам не очень понятно с точки зрения аргументации. А можно тогда пояснить, это тот налог, который должен поступать в местный бюджет? Нет, это тот налог, который поступает в региональный бюджет, в налог на имущество. Это региональный налог, но при этом облагаются им, собственно говоря, те предприниматели, которые работают на территории конкретных муниципалитетов. Вот с точки зрения увеличения налогового времени данное решение, конечно, приемлемым назвать точно нельзя. Андрей Вавилов, прокомментируйте. Комментарии, в принципе, излишни. То есть денег больше в экономике не появляется, рынки падающие, не растущие, и при этом вводят дополнительные налоги. Из каких источников их финансировать? Малому бизнесу непонятно. Причем и, вот вы уже сказали, угроза отмены ЕНВД, все с ног на уши ставится. Поэтому новые налоги, источники финансирования, откуда их брать, то есть очень большая угроза того, что очень много закроется. Мы считаем, что в любом случае барьер 500 метров, в лучшем случае 300 надо оставлять для города Кирова. и если налог вводить, то повысить его на 1,2%, как есть большое желание, и оставить в законе, как мы раньше делали, 1% четко, никаких графиков повышения, ничего оставлять. Поэтому нельзя жить в таком постоянном нагнетании финансового времени. Предпринимательство так просто вымирать будет. Будет вымирать и будет вымирать. Тогда давайте тогда готовить регион, чтобы предпринимательство вымирало. Андрей Николаевич, вот это мнение, которое Вы сейчас высказываете, оно где-то озвучено, кем-то принято, обсуждалось? Мы обсуждаем это постоянно и на межрегиональном уровне. И опоры России это обсуждают на федеральном уровне, везде, на всех совещаниях. Мы бьем в колокола, приводим статистику о том, что у населения доходы падают, и всем известно, они упали на 1,3%. Никто не слышит нас. Пока не то, что никто не слышит, Минфин считает, что... Наш Минфин не знает, что считает. В министерствах считают, что мы все должны... Нам рассказывают о том, что если мы не будем платить с региона 2,2%, то нам не дадут каких-то других денег. Но это присказка, которая уже на протяжении 5 лет рассказывается. 25 не хочешь? Вот смотрите, один из аргументов, это то, что в большинстве регионов Приворского федерального округа практически во всех, кроме Чувашии, уже больше 1%, то есть от 1,5% от 1,5% до 2% ставка налога. Действующая в текущем году, причем в Чувашии, в той же, там, в будущем году принято уже 1,5%, и с 2021 года 2%. То есть у нас действительно пока ситуация с точки зрения этого налога, она самая благоприятная. И очень хорошо. А почему? Ведь я не думаю, что регионы по доброй воле взяли и так повысили эту ставку. То есть есть какие-то рычаги влияния со стороны федеральных органов власти? Владислав, как считаете? То есть почему все-таки есть необходимость повышать эту ставку? Или действительно при профицитном бюджете нам нужно его еще пополнить? В данном случае мы действительно имеем только общие какие-то объяснения со стороны именно федералов. В данном случае, хотя у нас данные решения будут приниматься на оригинальном уровне, мне очень сложно комментировать данные изменения в налогообложении, потому что особенно исходя из текущего участника здесь, я-то обычно защищаю бизнес, а здесь я, получается, вижу представителей бизнеса, получается, я сейчас должен как раз оставить позицию именно те аргументы для обоснования власти. Они у вас есть? Ну, естественно, это объяснялось общим дефицитом бюджета, необходимостью... Дефицитом какого бюджета? Причем всех уровней... Ну, понятно, что у нас есть разные уровни бюджета, но как у нас изначально говорили федералы еще даже... Давайте вспомним еще, что у нас недавно было повышение НДС, что мы данное увеличение НДС направим на финансирование социальных проектов, но при этом не изучало никакой конкретики, никакой абсолютно. То есть, какие средства, на какие объекты вот направлены... Ну, вот мы имеем то, что мы имеем. Поэтому в данном случае давайте я пока делаюсь только общим, что, ну, раз налоги повышаются, скорее всего, в этом есть... Кому-то кому-нибудь это нужно. Да, возможно создание какой-то финансовой подушке для дальнейших проектов. Вот, прервемся сейчас на полминуты, передадим слово Азизу Алиевичу, Агаеву, и он прокомментирует. Продолжаем разговор. Это разворот на бизнес. Технологии малому бизнесу готовят два новых барьера отмену ЕНВД и повышения ставки имущественного налога. В нас в гостях Азиз Агаев, Владислав Попов, Андрей Усенко и Андрей Вавилов. Слушает нас, я сейчас знаю, едет по дороге в Ярославль Михаил Шевелев, и мы его подключим после большого перерыва. А сейчас слово передадим Азизу Алиевичу. Азизу Алиевич, пособирались всех прокомментировать, высказавшихся здесь и свое мнение тоже. Ну, хотел с самого начала конечно атаковать Андрея Леонидовича, но он тут, так сказать, поправился в своем высказывании с самого начала, сказал, что торгово-промышленная палата, и он лично, похоже, считает, что все-таки повышение, так сказать, и изменение налога на имущество является неприемлемым. И после этого я немножко успокоился, потому что до этого Андрей Леонидович совсем другие вещи так говорил. Вот. Ну, или я неправильно понимал то, что теперь он открыто это сказал, и, конечно, мы все ясно присоединяемся к этому. Почему нельзя повышать? Вот. Почему нельзя повышать? И почему нет сегодня аргументов для повышения? Ну, я ищу одну корректировку Андрея Леонидовича. Все-таки для малого бизнеса налога на имущество не было. Те, кто применял значит, упрощенную систему и ЕНВД, и для них налога на имущество не было. Поэтому это и для них является дополнительным обременением финансовым. Почему нельзя повышать? В прошлом году у нас профицит федерального бюджета составил почти 3 триллиона. В этом году уже за полгода полтора 1,9 даже, по-моему, триллиона. И нам в прошлогодних повышениях, против которых я все время выступал, тоже говорили, что мы повысим в том числе эти деньги направим в регионы туда-сюда и так далее. И еще один аргумент, который употребляет, мы дотационный регион, если нам не дадут, если мы не повысим, нам не дадут и так далее. Никакой мы не дотационный регион. Значит, с территории Кировской области уходит порядка 45 миллиардов рублей, налогов собирается. из них федеральный бюджет непосредственно по прошлогодним показателям по 2018 году порядка 14 миллиардов и еще порядка 45 это всякие фонды. Значит, после повышения НДС мы, естественно, получим другие цифры, которые уходят в федеральный бюджет. Больше они будут, эти цифры. А нам из федерального бюджета нам дают, например, 10 миллиардов на выравнивание бюджетное и еще где-то выклинчит губернатор или еще кто-то миллиарды. Потом ходят и говорят, вот нам еще миллиард 200 дали. Мы такие крутые, столько денег провезли и так далее. При профицитном бюджете, вот мое мнение, ведь и теоретически, и практически, для чего собираются налоги? Для чтобы государство выполняло свои функции. Значит, если государство собирает с нас на 4,5 за 2 года, 4,5 миллиарда, триллиона больше на свои услуги, значит, это государство какое? Тут вопрос. Грабительское, воровское, просто узаконив свои действия, просто собирались там депутаты, в том числе от нашего региона, и проголосовали, что мы, так-то наши услуги стоят на 4,5 триллиона дешевле, но давайте мы возьмем, а вдруг что-то там будет плохо, там где-то, потому что мы неправильно приняли закон, неправильно спланировали, ну, мы скажем, что, смотрите, мы деньги собрали для выравнивания там ситуации, вот когда она будет кризисной, понимаете? То есть, это все аморально, а для бизнеса это плохо, это дополнительное обременение, если были бы источники для того, чтобы это обременение бизнес мог компенсировать, то пожалуйста, а источников нет, доходы падают, значит, раньше по старой методике падали 11 лет уже подряд, по новой методике после того, как руководство статистики изменилось, и она даже не смогла поправить ситуацию, все равно шестой год подряд доходы падают. Инфляция есть, дополнительные обременения появились, что бы ни говорили, это не плата за мусор, а налог за мусор, потому что плата, это когда ты платишь за фактически оказанные тебе услуги, а здесь налог, никто с тебя эту плату не берет за фактически оказанные услуги, все берут просто как там, вот полпотолок, придумали тариф, пожалуйста, значит, будешь платить. Давайте уже налог на воздух устанавливать, какие проблемы-то коллега, так Юрий Пронькот в своем, так сказать, задает там блоги, да, этот вопрос, но смотрите, уже есть план по обложению у нас всех налогом на недвижимость в связи с чрезвычайными ситуациями, уже есть такой план и скорее всего он будет, так сказать, внедрен, и еще целый для всех, и для физлиц тоже? Есть у вас квартира, есть у вас строение, сарайчик. Оно как раз находится сейчас в чрезвычайной ситуации, вот это строение. Вот, вот будете еще платить, чтобы в случае там наводнений, не дай бог, Кировской области или там пожара там в лесах, чтобы платить. Поэтому я считаю вот в этих условиях, когда доходы людей падают, мы можем отследить, я не знаю, что говорит статистику, но мы, я не знаю, вот вы смотрели и видели состояние малого бизнеса, Кировского малого бизнеса, торговли в общественном питании. Вот поспрашивайте их, поисследуйте, ситуация у них аховая, несмотря на то, что, значит, сети пришли, типа показывают там какой-то рост у них там идет, значит, показатели и так далее, то есть вымывается полностью, где люди работать будут, как они будут работать, как будет пополняться региональный бюджет, ведь он пополняется не только налогом на доходы физических, он еще и пополняется вот этими едиными налогами. Да, давайте сейчас передадим слово Владиславу Попову. Владислав Леонидович, как предпринимательское сообщество к этому относится, мы сейчас услышали, как к этому относится Минфин Кировский, хотелось бы знать, говорили ли вы об этом, а кроме того, мы же знаем, вот сейчас про предпринимателей и про малый и средний бизнес заговорили, мы же знаем о планах, согласно госпроектам, госпрограммам, о многократном увеличении количества предпринимателей в этой сфере. Субъектов, субъектов, понимаете, ну давайте, это ваш вопрос разгоняющийся. А мы сейчас говорим о том, что они все погибнут, откуда же они появятся. Давайте разъединяем на два вопроса, все-таки отношения с Минфином и, грубо говоря, реализация нацпроекта развития предпринимательства. У Минфина, если мы говорим про оригинальный Минфин, достаточно много программ, которые требуются финансировать, достаточно много социальных программ, поэтому Минфин, если уж так говорить, извиняюсь, цинично, он рад любой копейке, которая пополняет бюджет, будь то виды поступления от налогов, будь то там неналоговое поступление, все это идет на... Это как любой бухгалтер, который рад, когда приятие на счет приходит. Совершенно верно. Поэтому здесь Минфина, она достаточно простая и понятная. Причем, Минфин на самом деле, если мы говорим про, скажем, про наши местные налоги, даже часть налогов у нас нашими оригинальными решениями отданы муниципалам. То есть то, что могли бы собирать в оригинальный бюджет, потом как-то распределять, даже это вот как маленький инструмент самостоятельности муниципалов есть. Это вот по ряду, это касается расщепления УСН. Поэтому позиция Минфина, она всегда очень простая. Да, вот как сказал Денис Олегович, это бухгалтер. Бухгалтер рад любой копейке, который пополняет бюджет. У нас все предприятия реально живут на очень, скажем так, жестко-граничных бюджетах. У нас, ну, мы не живем в Арабских Эмиратах, там, вот, у нас достаточно сложно, тем более, с учетом нашей территории, много программ требуется финансирования, где угодно, как видите. Другое дело, нацпроект предпринимательства. Это действительно сегодня вызывает критику на федеральном уровне. То есть, уже пошла просто открытая критика, что это профанация. И я не думаю, я не думаю, здесь у нас много экспертов в регионе, которые внимательно бы почитали, как федеральный проект у нас трансформирован в региональный проект. То есть, какие мероприятия, какие деньги, Мне кажется, все сидящие здесь почитали, конечно. Но у нас сегодня тема немножко другая. Если мы говорим о нацпроектах, это глобальная тема. Я просто не понимаю, стыкуются очень непосредованно. У нас на реализацию нацпроекта предпринимательства в регион за 5 лет должно быть спущено около миллиарда рублей, которые откуда-то надо собрать. Вот их и собирают. То есть, на словах, я же сегодня отвечаю за чиновников, я говорю совершенно искренне, что да, эти деньги, которые мы сегодня дополнительно блага с малого бизнеса, пойдут на поддержку малого бизнеса. Что плохого? Я вот не могу не вмешаться. Давайте я здесь олимпись. Почему? Вот, друзья мои, коллеги, почему вот эти люди, которые устанавливают, там, Москва, там, Серый дом, еще кто-то, почему они считают, что они наши деньги, наши деньги, взяв без нашего согласия, лучше нас ими распорядятся? Вот кто они такие? Люди, например, там, тот же председатель комитета, там, Бакин, который в своей жизни ни разу там фактически зарабатыванием денег не занимался. ОЗС, областной законодательства. Как он может считать, что нашими деньгами он распорядится лучше? Да масса других людей таких. В том же, в Кремле, тот же Медведев, который в своей жизни, наверное, ни разу палки, так сказать, не приколотил, не прикрутил там. Может быть, писал какие-то диссертации. Почему эти люди считают, что они соберут с нас эти деньги и потом отдадут на какие-то программы? 47 миллионов рублей у нас будет потрачено на пропаганду предпринимательства. Ура! При том, что на 7% уже падение количества предпринимателей на территории Кировской области уже на сегодняшний день происходит. Какой подъем? Когда говорят люди про фанации, у нас получиновник, значит, Владислав Леонидович, он так про себя говорит, что он получиновник, он там и там. Почему нельзя было сразу во время послания президенту ему сказать, что президент, национальный проект это профанация, полная профанация. Нельзя за миллиард рублей на территории Кировской области просто вот миллиард рублей. Мы сейчас пропаганду организуем, обучение вам. Вот, смотрите, мы вам чуть-чуть снизили ставки там и так далее. И все будет шики-брики. Да не будет. Мы с вами уже это обсуждали, когда про рывок говорили. Помните, вы меня спрашивали, а будет рывок? А не будет рывка. Никакого. Кто все-таки ответственен за принятие этого решения? Мы обозначили несколько сил таких, да, есть чиновники, есть чиновники, которые выполняют задачи по госпроектам и по сбору денег, есть депутаты, которые принимают какие-то решения. Я как раз хотел скорректировать твой вопрос. Депутаты примут, как вы считаете? Однозначно. Куда они денутся? Единороссы. Да им только собрались на совещании. Тогда уточняющий вопрос. Как вы считаете, почему вот среди всех прочих равных есть несколько льготных категорий, на которых распространяется льгота по этому налогу? В частности, в целях стимулирования прямых вложений в сельскохозяйственное производство положением законопроекта предлагается расширить категорию налогоплательщиков на тех, кто вкладывает средства в сельхозпроизводство, а также налогоплательщики организации основной вид экономической деятельности, которых относятся к переработке, консервированию мяса, мясной, пищевой продукции, фруктов, овощей, производству дистиллированных пищевых и алкогольных напитков, пищевого спирта. И еще один очень интересный пункт, это для применения налоговой ставки 0% вводится с уполномоченным правительством Кировской области органом исполнительной власти Кировской области. Порядок заключения соглашения, устанавливающий его форму, будет утверждаться правительством области. Я так понимаю, что позже. То есть сначала приняты закон, а потом уже порядок, кого включать, кого не включать в число льготников. То есть как этот процесс коррелирует с решением, которое с депутатским корпусом? Одна минута до перерыва. Кто прокомментирует? Павилов, пожалуйста. Видимо, лазейку в законе оставляют. Все-таки понимают, что слишком гайку закрутить всем нельзя, поэтому оставили право кого-то сделать с нуевой ставкой. С одной стороны, хорошо. Дай Бог, чтобы туда действительно попадали, кого действительно надо не обкладывать. Вернее, всех не надо обкладывать налогом-то, но, видимо, хоть кому-то оставить право. Вообще, из этой таблицы я все-таки бы к ней вернулся. Почему нас все время сравнивают с регионами ПФО? Если Пермь, это Урал, если Нижний Новгород, это практически Москва, Чувашия, это рядом Казань, Татарстан. У нас центр притяжения, севера, у нас другие затраты, у нас другие издержки, у нас другая логистика. Нас нельзя сравнивать ни с кем. У нас своя бесконечная сеть дорог по 400 километров каждый край. у нас другие затраты, у нас не надо сравнивать с кем. Поэтому, если оставить ставку ниже, чем в других регионах, мы будем просто хотя бы умнее всех. Прервемся на полтора минуты. Напоминает программу «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Добрый день. Мы продолжаем программу, посвященную налоговым изменениям, в частности, налогу на изменения, предполагаемому, сейчас рассматривается законодательным собранием, как раз изменение ставки налога на имущество с существенными изменениями, в том числе по объемам, площадям для субъектов предпринимательства. И у нас на связи Михаил Шевелев, председатель совета по аудиторской деятельности ВТПП и в том числе представитель агентства стратегических инициатив в Кировской области на связи по телефону. Добрый день, Михаил Анатольевич. Добрый день. Да, сразу вопрос. На твой взгляд, насколько резонно такое введение новой ставки сейчас, учитывая то, что мы отстаем от других регионов и Андрей Николаевич Вавилов сейчас говорил, что может быть и правильно, что мы отстаем и не надо скакать вперед паровоза, а надо взвешенно это принимать, учитывая специфику северный, то, что мы северный регион и сложно вести предпринимательскую деятельность. А второе, насколько принимаемые сейчас вот эти изменения наложатся еще на одно, еще на один процесс, это на изменение кадастровой стоимости. сейчас произошла как раз переоценка глобального имущества всего, то есть не станет ли это вторым таким серьезным ударом по этому направлению на предпринимателей? Да, коллеги, спасибо, я понял вопрос. В общем-то, честно говоря, мне мало что можно добавить к мнению коллег, потому что найти плюсы повышения как ставки налога, так и пересмотра кадастровой стоимости, как правило, в сторону уменьшения, ну, практически сложно очень. Даже обосновать это повышением равной конкуренции, ну, сложно об этом говорить, сравнивать, скажем так, небольшие магазины куда-то пропал сигнал, еще раз можно повторить? Алло? Алло? Алло, да, давайте попробуем перенабрать. связь не очень хорошая. Перенабрать Михаила Шевелева попросим нашего продюсера еще раз связаться. Я бы этот вопрос задал гостям нашим тоже, да, вот это изменение кадастровой стоимости, оно скорее во благо или скорее будет дополнительным еще ударом. А знаете, я тут подумал, с точки зрения именно власти, я все-таки нахожу какую-то аргументацию. Вот, приходит аргументация, ну-ка, интересно. Просто немножко упустил, что нельзя одно рассматривать без другого. если говорить абстрактно, вот данное увеличение налогов, причем именно на категорию малый бизнес, это так-то вопиющий факт. Но если рассматривать данное повышение налогов, скажем, в сравнении с общим мировыми тенденциями, как раз собственно говоря, население и малый бизнес являются источником налогов, то там может быть говорить о том, что увеличение данных налогов должно сопровождаться снижением других налогов, например, того же НДС, потому что например, в расчетах Столокинского клуба звучало снижение НДС до 15%, вот это была бы правильная мера, да, здесь мы увеличиваем налоги, но мы увеличиваем другие налоги, тогда возникает нас плечо, как бы перенос ответственности на другой сегмент налогоплательщика, я ответил за власть. Так, комментарии, Андрей Леонидович. Я сказал бы, что точно надо перестать что-то менять. Постоянные изменения налогового законодательства с точки зрения ставок, условий, базы, приводят к тому, что инвестиции и бизнес-планирование в Российской Федерации вообще превращаются в достаточно бессмысленное занятие, потому что, к сожалению, несмотря даже на объявленные в свое время президентом моратории на увеличение или изменение налогов, мы прекрасно знаем, как его обошли через различные сборы и неналоговые платежи, которые ровно так же возникали. Поэтому многолетнее воззвание бизнес-сообщества относительно стабильности в этой сфере, к сожалению, никоим образом не услышано. И ровно об этом мы говорим и в отношении кадастровой стоимости и налога, исходя из кадастровой стоимости. Я хотел бы напомнить, что вообще вся история эта возникла в Москве, когда проанализировали объемы налоговых платежей, крупных торговых центров в Москве и других крупных городах. И увидели, что, будучи заоформленными на физлице, на упрощенную систему налогообложения, там копеечные буквально платежи по сравнению с тем, какие обороты через них проходят. Возникло желание восстановить справедливость, придумали закон исходя на налог, исходя из кадастровой стоимости, который изначально предполагалось распространить на города федерального значения, но потом его приняли опять же в отношении всей страны. А теперь уже речь идет не только о том, чтобы торговая и офисная недвижимость общепита, а вообще вся недвижимость облагалась этим налогом, исходя из кадастровой стоимости. Поэтому эти вот постоянные изменения правил игры, собственно говоря, и рождают у бизнеса а, неуверенность, б, нежелание, и ц, собственно говоря, вообще сомнение в том, что стоит ли бизнесом заниматься. Михаил Анатольевич снова на связи с нами. Согласны с тем, что сказал Андрей Леонидович Усенкович сейчас? Да, Андрей Леонидович практически сказал то, что я говорил в тишину, как я понял, потому что я как раз приводил пример москвы, с которыми мы работаем, и там, возможно, только одно отличие, то, что, когда я разговаривал с предпринимателем московскими, и спрашивал, как они относятся к тому, что у них происходит повышение ставки, и у них происходит периодический пересмотр кадастровой стоимости, причем разы, и они вынуждены судиться, вынуждены совершать определенные административные юридические действия, чтобы уменьшить эту ставку, но, тем не менее, они говорили о том, что в данном случае это налог региональный, так или иначе, деньги идут в Москву, и мы здесь живем лучше. Это московский предприниматель. А, московский, все, понял, да, услышал. То есть они понимали, куда идут их деньги? Они видят это по Москве. Они понимали, куда идут их деньги, московские предприниматели по Москве. Это видно, правда? Да, это видно. У нас, к сожалению, такого мы точно не увидим. При этом, смотрите, какая ситуация. Вот, коллеги все проговорили, и получаются следующие. Принимать решение будут депутаты. У депутатов есть давление снизу, ну, в общем-то, давление, наверное, свое, сами они являются предпринимателями. С другой стороны, они являются заложниками страны, скажем так, федерального давления, федерального, я бы назвал, шантажа. Если вы не везете, мы вам таких денег не дадим, и, соответственно, вам деваться некуда, принимайте эту ставку. То есть, они в данном случае не видят для тебя, ну, на самом деле, выбора. Потому что, ну, когда вы спросили, примут ли они, мы уверены, что они действительно примут. Мне кажется, вот в этих условиях нужно искать какой-то, ну, формат, условно говоря, поддержки предпринимательства не в тех формах, которых абсолютно существует, а в каком-то другом благе для региона. Ну, на мой взгляд, например, так, непонятно, куда пойдут эти деньги. Этих денег, сколько бы ни было, их можно очень легко в рамках бюджета потратить. Они пойдут, вот мы обсуждали, Михаил Анатольевич, обсуждали, что они могут пойти, скажем, на поддержку предпринимательства в рамках федеральной программы на агитацию людей и идти в предпринимателей. Доверю. Потому что программы, которые у нас есть, вы посмотрите, как они работают, и вы мне покажите пример того, что это вызовет доверие хоть у кого-то в Кировской области. Поэтому необходимо деньги направить туда, где это уже работает. То есть найти те программы, которые, ну, реально могли бы жители понять, что действительно, вот если деньги туда пойдут, то мы поймем, что вот здесь и здесь и здесь будет лучше. Скажем кратно, увеличить проект поддержки местных инициатив за счет этих средств. Вы сами это сказали, заметьте, не я сказал. Ну, я чувствовал, куда идет. Можно придумать эти аналогичные проекты, то есть вот здесь молодежный бюджет, про который Светлана знает, здесь проекты перспективные, на которые можно было бы направить. Ну, в конце концов, если понятна сумма, которая будет дополнительно поступить в бюджет, и будет понятно, куда она будет направляться, то, по крайней мере, у жителей, у предпринимателей возникнет какое-то, скажем так, основание для того, чтобы понимать, что мы это платим, потому что вот куда-то... Слушай, до сих пор стратегия не разработана Кировской области, развитие Кировской области. О чем это ты, дорогой? Об этом как раз и говорит Ази Салевич. Я боюсь, что по телефону мы с вами долго будем диспетировать, и не совсем, может быть, правильно понимать... Подводя итог этому разговору, чем может обернуться такое изменение, и может ли предприниматель как-то для себя эту участь несколько облегчить, если закон будет принят? Ну, в данном случае, я думаю, что в любом случае необходимо какой-то период, то есть не сразу же делать максимальную ставку и максимальную кадастровую стоимость. То есть необходимо для того, чтобы малыши, это упрощенцы, и МВД имели возможность понять, как этот механизм работает, как можно оспаривать кадастровую стоимость, чтобы сформировался рынок окончательно более-менее конкурентный на рынке услуг оспаривание подокрой. Так, 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 все, спасибо большое, снова связь пропала, Михаил Шфилев, председатель Совета по аудиторской деятельности Вятской торгово-промышленной палаты был с нами на связи, полтора минуты до завершения первого часа нашего эфира, я знаю, что Андрей Леонидович вынужден будет уйти, поэтому вам в этом части сейчас резюмирую еще слова. Я бы, собственно говоря, продолжил то, на чем прервался Михаил Анатольевич. Можете закинуть коллегам на следующий час? Надо понимать, что данный законопроект будет принят, это объективная реальность или данность, так скажем, потому что это уже общефедеральная история, законопроект будет принят. На данный момент у предпринимателей есть возможность подготовиться, собственно говоря, к тем изменениям, которые вступят в силу. Для этого необходимо ознакомиться с проектом отчета по кадастровой стоимости имущества, который расположен на сайте БТИ, причем мы уже не первый раз об этом говорим, и я бы хотел на этом еще раз обратить внимание. Дело в том, что мы столкнулись с ситуацией изменяемости отчета. Это было предусмотрено, собственно говоря, процедурой, но мы сейчас имеем факты того, что предприниматели, которые в начале, когда отчет был выложен, посмотрели свою стоимость, она их устроила, они с ней согласились, а сейчас она изменилась. 15 секунд. И достаточно серьезно. Поэтому, первое, ознакомиться с отчетом по кадастровой стоимости при необходимости ее скорректировать, второе, закладывать в свой бизнес планирование те показатели ставки, которые заложены в законопроект. Мы продолжим разговор про налоги и про малый и средний бизнес после 12. Сейчас новости, тематические программы и реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова